Новый год это время, когда Дед Мороз совместно с родителями исполняют все самые сокровенные детские мечты. Но что делать тем детям, которые живут в детском доме? На помощь к этим малышам спешат студенты Российского университета дружбы народов. Тонкая нить связывает уже не одно поколение студентов РУДН и воспитанников детских домов. Задолго до того, как сесть в автобус и отправиться в село Ляхи Владимирской области, где находится подшефный детский дом, студенты приложили немало усилий, чтобы подготовить малышам подарки. Уже в автобусе идет репетиция, ведь не за горами новогодняя сказка, которую студенты подготовили для своих друзей. Редактор субтитров А.Семкин Вырастают дети, на их смену приходит новое поколение, меняются и студенты. Однако новость о том, что из Москвы каждый Новый год к детям едут иностранные друзья, старшие передают младшим. Дети с нетерпением ждут приезда студентов из Африки, Азии, Латинской Америки и Арабского Востока. Думала, ну, когда была ночь, я ложилась и думала, поскорее в этот день, когда РДН приедет. То самое главное – это дружба и когда приезжаешь тут. Я живу здесь 7 лет уже и, ну, многих видал из РДН. Кто-то много раз сюда приезжает, кто-то новый приезжает. Мне понравилось, когда они приезжают, мы там играли в разные люди. Каждому ребенку есть что рассказать своему старшему другу. Среди студентов университета есть также и бывшие воспитанники детского дома. Я тоже была воспитанницей этого детского дома. Я здесь жила, здесь воспитывала, здесь закончила школу. И в 2002 году, наверное, впервые приехали к нам студенты Российского университета дружнородов. Мне было 14 лет, я была в 7 классе. Я так, у меня там много друзей здесь уже там, вот. И я очень люблю, в общем, детей. И здесь вообще там они такие добрые, там, какие хорошие. Меня положили в больницу, вот, было что-то, ну, несерьезное, там, с желудком. И в этот день приезжали студенты РДН. И меня пообещали выписать, конечно же, но не выписали. И я решила, что я не могу пропустить такое событие, что вот приезжают студенты из Москвы и из разных стран. Ну, и, в общем, я собрала вещи и ушла из больницы. Мне нравятся детишки, они очень хорошие, милые. И мне нравится, ну, как они нас встречают каждый раз. Этой традиции уже много лет. Студенты РДН готовят новогодний спектакль для воспитанников детских домов. Каждый год они привозят новую сказку с их любимыми героями. На этот раз они готовились к встрече с особым волнением. Ну, эта традиция родилась давно. Но в 2002 году, как раз в декабре, ровно 14-го числа, мы впервые приехали в детский дом для знакомства студенты РДН и дети из детского дома. И когда мы вернулись обратно, мы никогда не думали, что это будет продолжение этой дружбы. Мне спустя какое-то время мы получили письмо. Конечно, дети получат и настоящие подарки, которые им принесет Дед Мороз. Его роль играет профессиональный актер, режиссер студенческого театра Михаил. Мне нравятся общения с детишками. Во-вторых, все-таки я режиссер, я должен посмотреть результат. А в-третьих, самое главное, я ищу и Дедушка Мороз. И поэтому, так как у нас традиция, что я все года, когда мы приезжали, был Дедом Морозом, то, соответственно, я эту традицию не хочу изменять. Тем временем в коридоре актеры повторяют реплики своих героев. Студенты из Мозамбика, Ливана, Омана, Монголии, Осетии, Афганистана активно готовятся к выступлению. Итак, представление начинается. Дед Морозом Дед Морозом Дед Морозом В новогоднем сюжете между собой борются силы добра и зла, где олицетворением добра стали герои волшебного сказочного леса. А зло представляли кощей бессмертный, лиса Алиса и кот Базилио. Главная роль символа Нового года, коня Юлиана, досталась выпускнице РУДН Анне Кириленко. Будем праздновать и веселиться, наконец-то наступает свой год! Ура! Зовут меня Гай Юлий Цезарь. Я играю коня из мультика, такого веселого, немножко чудаковатого, который всем мешает, но его все любят. Сказочные герои в поисках волшебной подковы окажутся в заморском цирке и заколдованном лесу, населенном светлячками и пчелами. Подкову ищут в подводном царстве морская царица Зайтуна и царь Джамал из Афганистана вместе с коньками-горбунками и русалками из Сенегала, Таиланда и Палестины. Сенегала, Таиланда и Палестины. Еще один герой, Железный Человек, которого играет Амар из Ирана, придет на помощь добрым героям сказки. Сенегала, Таиланда и Палестины. В лесу они встречают студентку из Монголии с зажигательным танцем, а разыскать волшебную подкову героям сказки помогут пингвины. Сенегала, Таиланда и Палестины. Волшебным героям удалось найти подкову. Теперь можно по-настоящему отпраздновать Новый год. Тем более, что Дед Мороз и Снегурочка взяли с собой в детский дом волшебный снег из разноцветных конфетти. Сенегурочка взяли с собой в детский дом волшебный снег из разноцветных конфетти. Мороз и Снегурочка взяли с собой в детский дом волшебный снег из разноцветных конфетти. Воспитанники детского дома серьезно готовились к приезду заморских гостей. Разучивали танцы, декламировали стихотворения, чтобы порадовать Дедушку Мороза ответным словом. И по традиции студенты и воспитанники детского дома показывают звездочку из рук, которую они делают всегда. в финале представления. У каждого из вас есть возможность поздравить тех детей, которым одиноко и грустно. Нужно только захотеть подарить свою дружбу, чтобы хотя бы на день изменить жизнь ребенка в детском доме. Для воспитанников детских домов студенты РУДН не просто гости, которые появляются раз в год. Это сигнал, маяк, символ, что они нужны, что они все смогут, что перед ними открыты все дороги.